Приходит Чикатило и говорит, что я вот сегодня ходил на охоту, за людьми поохотиться. Вот тех убил, тех убил, а те мне дали пиздюлей, и я еле ноги унес. Не снял с них колечки, ну вот что успел, вот вам даю колечки, золото, идите пробухайте, пропейте это все и прогуляйте. В поддержку тебя, что тебе, значит, жертва, тебе, деликвентному ублюдку, дала пиздюлей. Мы сделаем митинг траурный. Смотрите, дорогие украинцы, тоэр, украиниши лойте, деарест, украинский пипл. Две ошибки, которые совершают и украинские политики, блогеры, и, к сожалению, иногда пропускает их и наш президент Владимир Зеленский. Значит, первая ошибка это, что Россию, преступную империю, нужно загнать в клетку, в клетку самой к себе и замкнуть эту клетку. Ну, извините. Я понимаю, можно загнать там, ну, максимум Венгрию с этим долбаным Орбаном. Или еще какую-нибудь маленькую страну, кантри. Но загнать такую огромную территорию с деликвентным населением, что... Из чего происходит другая ошибка. Это невозможно. То есть, оставить преступников с ядерным оружием, с несметными залежами полезных ископаемых и назвать это оставить их в клетке, да. Ну, это бред, это делириус, чистой воды. Это, блин, даже не смешно. Вторая ошибка. Когда президент Зеленский, значит, как бы его понять можно с человеческой стороны, как бы обращаясь к россиянам, он говорит, что из-за ваших действий, из-за вашего, значит, отношения к людям. Там украинцы, он начинает их морализировать, вы, значит, превратитесь в страну изгоя. Вы там, вам станет хуже. Значит, у вас будет разруха. Ну, еще какая-то чушь, которая, значит, вам принесет беды и тому подобное. Извините. И президент Зеленский, и вообще другие политики. И, понимая, это язык дипломатии. Но по сути, по истоте, он обращается к миллионной, многомиллионной, 140 миллионов массе чисто деликвентных, больных, с больной культурой, ментальностью, привычками. Как собаке Павлова привиты рефлексы, так и этой нации привиты деликвент. Привит, деликвент. То есть предрасположение к преступлениям. То есть душа, ментальность преступника. И как можно призывать, ну, до недавнего господин Навальный призывал, значит, нацию опомниться и перестать выбирать коррупционеров, да. Ну, как может преступник опомниться и перестать выбирать преступников? Если он имеет уже врожденный с молоком матери, приобретенный с воспитанием этих отцов, так званых, и так званых матерей, может он стать другим, нормальным и не делать в своей стране коррупцию, не совершать. И выбирать нормальных, некоррупционных политиков. Ну, если они выберут некоррупционных политиков, то страна станет еще богаче, еще могущественней. И деликвентный мозг, деликвентные рефлексы, предрасположенность постоянно к преступлениям, будет эту страну еще мощнее, сильнее двигать на преступления, убийства, грабежи. Насилование и тому подобное. Других народов и стран более слабых. То есть, Навальный бы просто усилил деликвентность, преступность и мощь этого преступного сообщества. То-то и всего. И обращаться, что с вами будет хуже, это нелогично. Наоборот, им должно быть хуже. Наоборот, они должны расхерячить сами себя, хоть в ядерном, хоть в каком-то угодно угаре. Но по-другому они не перевоспитаются, потому что устойчивые рефлексы человека. Или он сам из себя начнет выбивать через тяжкие для него, для его организма испытания. Либо кто-то другой выбьет и перевоспитает. А для этого кто-то другой должен зайти туда и распоряжаться этими больными преступниками на всей России. Естественно, разделить ее среди ее богатства, этой земли российской. Разделить среди нормальных демократий, развитых, неделиквентных государств. Под международной юрисдикцией, чтобы эти были территории. Или они будут национальными. Там будут где-то русские жить, там где-то другие нации. Но определяться они будут только после жестоких, кровавых разборок между собой. Кто из них будет сильнее. Вот и пускай разбирается там у себя. Но разбирается не так, что они закроются в клетке. И эта клетка будет источать ядерный угар. Позитива по-другому никогда от этой России преступной, деликвентной не будет. Потому что она всегда будет искать коррупцию в других странах, более богатых. И делить между этими богатыми странами вот таких олухов, как вечно самопродажная Украина. Как вечно самопродажная Грузия. И тому подобное по колеи. И та же Польша, и те же бывшие страны совка Варшавского договора. Вот чтобы через их голову не перепрыгивали, они должны тоже все принять участие. Себя бить в грудь и говорить, что да, мы были в укладе варшавским. До чего это привело? И как так произошло, что мы туда попали? И как произошло, что Украина, Петлюра сдал Украину, ушел? Взялся, скинул Скоропадского, а сам взял, обосрал все и ушел. В 18-м году. Не отстоял Киев, хотя власть была у него. Но он не смог самоорганизоваться. Но перед этим взял и скинул Скоропадского. Офигеть. А до этого Хмельницкий Богдан. А до этого полчища язычников, джентайлс. Вот так вот. Бог наказывает за язычество. Не самоорганизацией. Потому что в то время организовывались христианские монархи. А у нас бегали язычники, племена, дикарей. И лизали жопу, блядь, то Катеринам, то Петрам, тому подобным. И просили, чтобы им ранг повысили, казакам. Ранг им повысили. Какой ранг? От дикарей болот московитянских жаб. Ранг. А сами себе ранг не могли создать. Ладно, это уже слишком далеко. Закинулся. Вот такие-то дела. Нельзя закрыть Россию просто в клетку. В таком огромном, в такой огромной территории. И нельзя их, россиян, воспринимать. Вот выходят матеря. И выходят не с матами, проклятиями Путина. А им, блин, жалко, что их чикатило сыновья. Чикатило мужья. Братья. И тому подобная хрень. Получила пиздюлей от ЗСУ Украины. Им жалко. И они выходят с траурным митингом. То есть, приходит чикатило и говорит, что я вот сегодня ходил на полювание, на охоту. За людьми поохотиться. Вот тех убил, тех убил. А те мне дали пиздюлей. И я еле ноги унес. Не снял с них колечки. Ну вот что успел. Вот вам даю колечки. ЗОЛОТО. Идите, пробухайте, пропейте это все и прогуляйте. Ни фига себе. Мы сейчас сделаем митинг в поддержку тебя, сука, папаши Чикатило, или брат, или еще кто-нибудь. Или муж. В поддержку тебя, что тебе, значит, жертва, тебе, деликвентному ублюдку, дала пиздюлей. Мы сделаем митинг траурный. Охренеть выходит. Вот такая-то Россия на день сегодняшний живет с нами, с Украиной. И вот когда видео наш ЗСУец, герой Украины, говорит, что он вышел, любит с людьми поговорить, вышел возле каких-то бабок, бабушек, блядь, где-то под Изюмом, Закупенском. И че можно яблочко сорвать, где-то там, блядь, значит, после освобождения Изюма и Купенска. И идет к этому яблочку, говорит, я вам поменяю ее на Сникерс у этих бабушек, блядь, бабуль нахер. И они между собой эти ватные животноводческие шипочатся, говорят, да чтоб ты подавился этим яблочком. Так вот, дело, а наш ЗСУец говорит, что таким надо чемодан вокзал Россия. Да не дождетесь от деликвентных этих, чтобы не матюкаться, бабок, этих детей, этих внуков, правнуков, этих, блядь, сыновей, дочерей, эти бабки все этих, бывших преступников, деликвентных, коммунистических. Да вы не дождетесь, никогда не будет от них ничего доброго и хорошего. Их всех нужно просто транспортировать, а детей их переучивать на нормальность. Потому что какие-то яблочки, какие яблочки. Это деликвентный, это мозг, геном предрасположен к криминалу. Они всегда будут ждать всех тех, которые криминалообразные. Тех чикатил, которые будут изувечивать, массакровать, насиловать, грабить. И приносить им эти колечки, блядь, всякую идеалуию свою сраную, блядь. Вот это, эти бабки, эти дети, все, вот это, все это деликвентное. Это масса деликвентная, преступная масса. То есть, если средний россиянин, генетически коллективный деликвент, коллективный преступник, как человека единица, составляющая 140, допустим, миллионов россиянин, оценивает и ценит свою деликвентность, свою преступность выше своей жизни, потому что юридически они преступники. На них никто не нападал, они напали на суверен, который и не собирался, как на Гитлера собирался совок когда-то напасть. Поэтому Гитлера напал. А Лукашенко засрал и превратил это все в кабарет, смехопанораму. То есть, если этот среднестатистический деликвент россиянин оценивает свою деликвентность, преступность выше своей жизни, то вся территория России считается преступной и должна быть отобрана у этих преступников мировым всем сообществом. И сделать это должно все мировое сообщество. Но оно, это мировое сообщество, настолько чабаршно, что переложит эту задачу на плечи ЗСУ Украины. Как всегда, кто-то, пускай, запердали, работает, а они посмотрят, что с этим делать дальше. А если россиянки требуют больше загибших, то эти митинги, наоборот, мали бы быть не жалобными, а наоборот, если они хотят больше, нехай отправляют на фронт и расстреляют. Значит, они мали бы, наоборот, тишиться. Вони мали бы быть радостными, такие митинги, ніби першотравневые. А вдовы мали бы дягать не черную хустку, а яскравый посадский платок. И запрошивать цыганів с ведмедями танцевать, радить, сдохли. Батько помер, сын помер, вся родина померла, Лада Каліна пришла. Угрожал стюардессам, приставал к пассажирам и даже пытался во время полета выйти из самолета через аварийный люк. А теперь весьма интересные подробности. Выяснилось, что нетрезвый нарушитель порядка работает в частной клинике. Внимание, врачом-психиатром. Со стажем работы больше 15 лет. Именно столько он лечит людей от разного рода зависимостей, в том числе алкогольной. Работает в частной клинике. Вот ее сайт, на котором Вадим Бондарь в числе лучших сотрудников. Интересно, как человек может лечить других, если сам ведет себя вот так? Да что уж там врач-психиатр, если в списки российских авиадебоширов попал даже... Панкратов черный был в неадекватном состоянии. Особенно Панкратов черный обиделся на командира воздушного судна и бортпроводника. Бракобесие просто! Стоит мальчик, ему 25 лет. Он смотрит на тебя, 70-летнего, на народного артиста России. И он кайф получает, что он тебя держит.